Магазин за правильными продуктами Волшебную куриную грудку, которые являются секретом моей суперсилы Ой, кого мы здесь встретили, значит сначала нужно пойти за детским питанием Оля, нам же нужно купить кашу Нам нужно купить кашку, потому что дяжка очень любит есть по утрам кашку О, филе индейки со скидкой, сейчас возьмем Черт, все разобрали, осталось только гуляш и шницель Итак, курица, почему мы покупаем постоянно куриные грудки, куриное филе? Потому что это дешево и сердито Там много белка и мало жира Вообще я не парюсь на тему того, что оно обголото различными гормонами Очень люблю покупать, когда особенно есть скидки в магазинах Тогда беру сразу очень много Сегодня, конечно, есть акция на куриное филе, но выглядит оно как-то уж совсем не очень Поэтому возьмем какое-нибудь другое Взял в итоге филе Роспер, потому что оно сделано 16-го числа, а сегодня 17-е Все остальные сделаны 15-го Смотрите обязательно на дату производства, чтобы не купить всякую там просрочку Куриную грудку на коже не брал уже очень давно Да и нет ни малейшего желания сейчас ее брать и париться с отрезанием кожи Потом с отделением костей Я уже достаточно давно покупаю исключительно куриное филе Красное мясо мы не покупаем в гипермаркетах, потому что оно там какое-то убогое Как говорит Оля, у нас рядом с домом есть рынок И мы иногда по выходным поем на рынок и там покупаем красное мясо Всякого рода копчености, вот такие мы вообще никогда не покупаем, даже никогда не едим Потому что в них нет абсолютно ничего полезного А еще есть там нитрит натрия, который вызывает рак Идем дальше по ходу магазина Дальше мы попадаем в отдел сыров Очень грустная ситуация в последнее время сложилась с сырами Из-за всех этих санкций по отношению к нашей стране Не осталось нормальных вкусных импортных сыров Приходится выбирать Мы с Олей любим твердые сыры И сегодня решили попробовать вот такой финский сыр Не знаю, почему он не попал под санкции, если он финский Обожаю все-таки, когда есть скидки в магазинах В наше тяжелое время, когда продукты резко подорожали И еще решили взять вот такой сыр Натуральный сливочный сыр, маложирный, очень полезный, без лактозы и достаточно вкусный Хотел еще вам рассказать историю про сыр Как-то в магазине наткнулся на какой-то дешевый пармезан Думаю, о, круто, пармезан, такой дешевый, вкусный, твердый сыр Начинают читать состав, а там подряд 5 штучек всяких разных ешек Вообще мы всегда читаем состав продуктов, чтобы там не было в составе всякого говна Сливочное масло Недавно мы с Олей подсели, но это прекрасный, полезный продукт Полкило Именно полезный, потому что там нет ничего вредного, потому что это натуральный жир А натуральный жир полезен, но он должен присутствовать в вашем рационе Мы иногда позволяем себе хлебцы помазать сливочным маслом Это очень вкусно, между прочим, да Полкилошечки маслица отправляется в нашу корзинку Сейчас пойдем выбирать фестикулы, в смысле яйца Возьмем пару десятков яичек категории 2 по замороженным на полгода ценам Проверяем наличие сколов и битостей яички, чтобы они были целые, красивые И также смотрим на дату производства изготовления Охренеть, сколько майонеза Зачем так много? Ну, хотя бы тот факт, что прилавки и полки забиты постоянно битком Можно сделать вывод о том, что его вообще никто не покупает Что, в принципе, приятно осознавать Иногда, конечно, хочется чего-нибудь вкусного, какого-нибудь вкусного соуса Вкусового разнообразия И вот недавно я заказал в интернете бескалорийные соусы Причем есть так сладкие, так и не сладкие Обычные соусы, итальянские у меня И соус тысяча озер, который прекрасно подходит к различным гарнирам Таким, как рис либо макароны И что я хочу сказать, мне очень нравятся они по вкусу Они вообще практически не отличаются от настоящих И состав хороший Ничего вредного Никаких вредных подсластителей, ароматизаторов и красителей В общем, я очень доволен Буду теперь заказывать их регулярно А информация о том, где же я их заказываю, в описании к видео Возьмем еще пару авокадо Овощи Овощи это очень полезно Единственные овощи, которые мы сейчас в этот не сезон берем в гипермаркете Это свекла, морковка, кабачок, тыква Как прикольно кабачок со скидкой Возьмем Мы их варим И делаем дианки И сами немножко иногда едим Свежие овощи мы сейчас не едим Потому что они тоже выглядят не очень Не вызывают никакого абсолютно доверия Фрукты это в основном яблоки И яблоки самые дешевые Самые простые наши яблоки Которые не привезены через пол мира Откуда-то издалека И не облиты тоже всякими разными какашками Ну, нам так кажется, что они более-менее натуральные И, конечно же, бананы Эй, ребенок Эй, ребенок Тебе тут нормально? Да? Все хорошо? Вот так у нас ребенок уже нажимает на кнопочки На всякие разные Чувствую, еще немножко осталось и начнется Папа, это хочу Папа, это купи Эти вкусненькие хлебчики Вот именно на эти самые хлебцы Мы и любим намазывать сливочное масло Ну, а теперь молочка Молочку мы едим Едим творожок Творог Обезжиренный Либо максимум 5% И едим его вечером, перед сном Стараемся Хотя, да ну нафиг Нет таких творогов сейчас Здесь, в таких магазинах У которых срок годности 3 дня Или 1 день Нет таких Приходится выбирать Брать, точнее, покупать творога У которых срок годности месяц Ну, что поделаешь Наверное, они не настоящие И белок там тоже не настоящий Хотя есть творог пискаревский У которого срок годности 10 суток Ну, куда ни шло Детянке тоже надо взять творожка Это удивительно У нас удивительный ребенок Хотя, о чем мы удивляемся Она ест классический творог Которым нет ни сахара Никаких ароматизаторов Это очень круто Я очень доволен И опять же Смотрите на дату производства Лежат творожки Смотрите, лежат творожки 10 числа И рядом же лежат творожки 14 числа Всякое надо брать 14-го Оля Показывать не стоит Оля, а что это? Ну, мы же не на диете Мы же не на подготовке, да? Ага Ну, сейчас я уже не настолько суровый Чтобы есть творог просто так Несладкий И улыбаться при этом Я творог сейчас ем сладкий Но не с сахаром А с сахарозаменителем Который называется Стевия Купить ее Опять же Можно в интернете Я также заказываю в Америке Я знаю, что можно и здесь найти Я знаю, даже есть Сахарозаменитель Фитпарад Так называемый Но в Америке просто дешевле и больше Ссылка на сайт На интернет-магазин Где я покупаю все эти Крутые вкусняшки Полезные Из Соединенных Штатов Находится также в описании К этому видео Ну, также надо взять молочка Для того, чтобы Разбавлять им творожок Возьмем, как обычно Ненастоящее, ненатуральное Искусственное мертвое молоко С большим сроком хранения Вообще-то, на самом деле Оно не искусственное, не мертвое Там просто удалены бактерии Которые отвечают за прокисание молока Поэтому это молоко Долго не прокисает Также воду мы тоже покупаем Бутилированную И пьем ее Ну, не знаю Почему мы так делаем Чтобы не кипит Но она вкусная Она вкусная Кипяченая вода из-под крана Она просто не такая вкусная А это Ты когда пьешь Она прямо освежает И утоляет жажду Прям Прям хорошо становится Никакие сладкие соки И всякие газированные напитки Мы вообще не пьем Уже очень давно Я помню Пил, наверное, только Когда был тинейджером И ребенка нашего Мы тоже не будем поить Всякими Вредными соками Потому что Они не настоящие И в них Много сахара И Это вредно Для здоровья И для жизни И для формирования иммунитета Если вы Не хотите Чтобы ваши дети Потом болели Часто Кормите их правильно Полезными продуктами Где же она? Ну где же она? Где она? Где? Мы не купили Самое главное Оля Что мы не купили? Мы не купили Гречу Идем за гречей Слышите В комментариях Греча, греча Фу Меня бесит Когда он говорит Греча Греча это по-питерски Вообще-то правильно Гречка Видели? Вот видели? Все Греча Греча значит греча Понятно? Греча Греча И иногда Примерно раз Может быть два в неделю Мы вместо гречи Едим рис Или макароны Но в основном Все-таки гречу Оль Может мороженое? Хватит жмать Может шоколадку? Нет Ну пожалуйста Нет Нет? Нет Ну так всегда Только захочется Что-нибудь вкусного Нет? Нельзя Мы же на подготовке Также еще Возьмем Немножко Льняного масла Чтобы сделать Нашу гречу Еще вкуснее Фу Ну все Бежим на кассу Вот такая у нас Получилась Продуктовая корзина Точнее не корзина А тележка Итого по чеку Получилось Всего-то 3200 рублей Нормально Ну это потому что Обычно вообще больше Это потому что Мы взяли Немного Куриных грудок Всего две подложки Это нам буквально На пару дней Какой мы можем сделать вывод И всего вышесказанного Друзья Вывод очень прост Вывод очень прост Покупайте Простые и правильные продукты Как понять Что это продукты Простые и правильные Нужно читать состав Если состав маленький Значит эти продукты Простые Если в составе Нет ничего плохого И вредного Значит этот продукт Правильный Как понять Есть ли в составе Продукта Что-нибудь плохое И вредное Если вы видите Какие-то Синтетические добавки Не натуральные Ингредиенты Вот это и есть Плохое И вредное Старайтесь Чтобы в составе Продукта Были только Натуральные Ингредиенты Что значит Натуральное Натуральное Это то Что сделано Природой Если вы Видите В составе Сливочного масла Сливки Значит Это натуральное Масло Ну, конечно, я понимаю, что в современном мире это невозможно, но все равно нужно стараться, чтобы этих плохих синтетических ингредиентов было как можно меньше. Все на сегодня, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что досмотрели до конца. За это вам отдельный респект и я вам ставлю лайк. С вами был Михаил Прыгунов. И не только Михаил Прыгунов, а вся семья Прыгуновых была сегодня с вами. Всем счастливо, до новых встреч, увидимся. Пока. Ой, я не держал руль. Пока. А еще я пристегну. Всегда при чем.